Украина. 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 Я знаю только два примера в мире, а может есть больше. В Европе я вообще не знаю. Это Иран со своим Хезболла, который грозит уничтожить Израиль. Ну и может некоторые другие арабские страны. Это Северная Корея, которая грозит уничтожить Южную Корею. Поэтому я думаю, что то, что сейчас идет в Украине, это вызов не только Украине, Это безопасность в Европе и безопасность всему мировому порядку в Европе, а может быть и дальше. И, наверное, это должны очень хорошо понять партнеры некоторой Западной Украины, которые все еще хотят строить Северный поток, два, потому что понимать, с каким режимом они имеют дело. Альвидас, как вы считаете, почему России именно сейчас стало выгодно вот это обострение? Почему России было выгодно это обострение? Это один момент, конечно, внутриполитически можно смотреть Россию, можно смотреть те, так сказать, расследования по поводу сбитого Боинга, которые все ближе и ближе ведут к самому руководству России, потому что, понятно, через границу России не мог проехать БУК, этот обстреливающий инструмент без знания президента Путина, без знания министра обороны и так далее. Но третий момент – это другой. Это потому что российское руководство не видит места Украине, существования Украины, как независимого суверенного государства. Это как Иран не видит места существования Израиля. Вот тут, наверное, должны быть параллели и соответственный вопрос. Потому что такие разговоры, как от президента Путина, который повторил Лавров, о том, что это будет уничтожение Украины, если Украина решит как-то забрать территорию свою, которая сейчас под контролем России, или заверение и разговор Козака о том, что это, так сказать, стрельба в висок саму себе, я бы сказал, что тут очень правильно сказала немецкая фракция, фракция Бундестаги, зеленых, которые сказали, что Россия хочет говорить с Украиной, я бы даже добавил, и с Европой, и с остальным миром, приставив револьвер к виску Украины, а может, европейского сообщества. Так что это нужно видеть и понимать. Другой момент очень важный, что Россия использует двойные стандарты в Украине по сравнению с тем, что она сама делает в Сирии. В Сирии она поддерживает президента Асада и говорит, что президент имеет право забрать территорию, которую контролируют другие. И она сама вела войска по просьбе президента Асада. Украина есть государство, у которое также отобрало, но это самое, Россия, о территории. Какое право Россия может указывать Украине, какое оружие Украина может приобрести, какие действия делает для того, чтобы возобратить территории, в которые, и, кстати, я это также хочу подметить, Россия уже делает аннексию Донбасса. То есть после аннексии Крыма Россия делает шаг за шагом аннексию Донбасса. Это и рубль, который циркулирует там, это и сейчас подтверждение программ по просвещению, это и идеология русского мира, которая направлена против Украины и против остальной Европы. И, по-моему, это другие страны, партнеры Украины должны очень хорошо понимать. Альведас, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Притолог Альведас Семидалинскас был с нами на прямой связи. Альведас Семидалинскас Альведас Семидалинскас